Добрый день! Я начну свой доклад с описания основных свойств галактической среды. Как известно, она представляет собой разреженную плазму высокой температуры, замагниченную, которая в величину магнитного поля составляет от 1,1 микрогаусса. Такой величины магнитного поля достаточно, чтобы сделать ларморовский радиус загаряженных частиц на больше чем на 10 порядков меньше клоновской длины свободного пробега. Такое свойство плазмы, в кинетике плазмы, часто называют слабой столкновительностью. И оно играет ключевую роль в микрофизике плазм. К этому я вернусь несколько позже. Наличие космических лучей в скоплениях галактик известны из наблюдений. Мы наблюдаем протяженные радиоисточники, в которых электроны изучают синхрон. Эти источники можно разделить на два больших класса. Кузный радиоголов в центрах скоплений и радиореликты на окраине скоплений. Для существования таких электронных радиоисточников электроны должны постоянно ускоряться. Иначе они быстро теряют свою энергию за счет синхронных потерь. Механизмы ускорения электронов таких источников до сих пор плохо изучены. Но считается, что в радиоголу электроны ускоряются конкурентости. В радиореликтах они ускоряются аккреционными ударными волнами. Что касается электронных протонов, в принципе их можно было бы наблюдать по гамме излучения, образующимися при распаде кимизонов, которые в свою очередь образуются при столкновении электронных протонов. Однако на данный момент удалось лишь установить верхний предел на тепловое давление электронных протонов, который составляет 1,5%. При этом он еще зависит от спектрального наклона распределения электронных протонов. Для понимания физики, чтобы понять физику ускорения и переноса космических лучей и скопления галактики, важным вопросом является знание коэффициента диффузии космических лучей. Коэффициент диффузии космических лучей полностью определяется структурой турбулентного магнитного поля скопления. Космические лучи рассеиваются преимущественно магнитными флуктуациями на масштабе, которые соответствуют ларморовскому радиусу космических лучей, то есть флуктуации, которые находятся в резонансе с ларморовским вращением космических лучей. Грубо, магнитные флуктуации в скоплениях можно выделить три категории. НКД волны, альфиновские и медленные, быстрые магнитно-звуковые волны. При этом быстрые магнитно-звуковые волны затухают на бесплатно-виденных масштабах, то есть на масштабах меньше одного килопарсека остается каскад альфиновских и медленных волн. Другой возможностью рассеять космические лучи является пучковая неустойчивость, то есть если есть пучок космических лучей достаточной концентрации, он оказывается нестабильным, генерит альфиновские волны, и эти альфиновские волны, в свою очередь, рассеивают космические лучи. И, наконец, космические лучи можно рассеять мелкомасштабными неустойчивостями на ларморовских масштабах. Таких неустойчивостей для скоплениях две – зеркальные и шланговые. В нашей работе мы концентрируемся внимание на зеркальные неустойчивости. Для начала я объясню, откуда она берется. В межгалактической плазме тепловое давление во много раз превышает плотность магнитной энергии. В этой ситуации силовые линии магнитного поля запутываются турбулентными движениями газа, образуя вот такую характерную складочную структуру магнитного поля. При этом вдоль складок, то есть в областях, где силовые линии представляют собой и прямые отрезки, поле усиливается. В областях же, где силовые линии гнутся, в областях, где силовые линии разворачиваются, поле слабое. Теперь, как я заметил в начале моего доклада, частота куломорских столкновений между оптической плазмой гораздо меньше частоты их ларморовского обращения в магнитных полях. Это означает, что в такой плазме должны сохраняться диапатические инварианты. Первым диапатическим инвариантом является магнитный магнитный частиц. Он пропорционален перпендикулярному давлению зеленому на сине магнитного поля. Он должен сохраняться. Это означает, что перпендикулярное давление должно подстраиваться под величину магнитного поля. Это приводит к образованию анизотропии давлений. А анизотропия давлений, в свою очередь, даже если она составляет порядка 1%, она приводит к стремительному развитию мелкомасштабных неустойчивостей на властеровских масштабах. К развитию зеркальной неустойчивости приводит к анизотропии давлений. Зеркальная неустойчивость является резонансной неустойчивостью, в которой магнитные фруктуации направлены преимущественно вдоль направления среднего поля. А структура силовых линий неустойчивости представляют собой вот такие магнитные бутылки с кондиционной длиной порядка 100 ионных ларморовских радиусов. Теперь мы можем сравнить характерный масштаб зеркальной фруктуации с ларморовскими радиусами космических лучей. Для электронов идет А. Схематически структуру магнитного поля в скоплении гладких можно показать следующим образом. То есть на больших масштабах у нас присутствуют турбулентные движения газа, они запутывают славые линии, образуя складки, которые я показала до этого. Затем от масштаба складок к ларморовским радиусам тянется каскад альфиновских углов. И независимо от альфиновского каскада на ионном ларморовском радиусе возникает зеркальная неустойчивость, который создает свой собственный каскад относительно аппетута поля, в котором порядка единицы. Теперь мы можем посмотреть, каким энергиям космических лучей соответствует масштаб зеркальной неустойчивости для электронов и для протонов. На этом рисунке я показываю функцию ларморовского радиуса от энергии для протонов красная линия и левосибирь слева и левосибирь слева и правая левосибирь. Оказывается, что характерный масштаб зеркальной неустойчивости скопления 1 микропорсель для параметров скоплений соответствует ларморовскому радиусу линкевистских протонов порядка 0,1 ГФ и электронов с энергией порядка нескольких сот МФ. Стало быть, можно ожидать, что космические лучи таких энергий рассеиваются очень эффективно от зеркальной неустойчивости, как она развивается на том же масштабе. Чтобы посчитать рассеяние космических лучей на зеркальных фруктуациях, нам необходимо знать статистические свойства неустойчивости и пространственную структуру магнитных фруктуаций. Лишь в последнее время люди научились самосогласованно моделировать развитие зеркальной неустойчивости на основе генетических симуляций. Мы использовали одну из таких симуляций, выполненную в этом функции. В этой симуляции создавалось начальное поле, направленное по диагонали вычислительной области. И оно растягивалось неименным полем скоростей, которые показаны красные вектора. Таким образом, силовые линии растягивались, поле усиливалось и создавалась положительная анизотропия давления. Так выглядит пространственная структура зеркальной неустойчивости. Видно, что магнитные фруктуации вытянуты вдоль направления среднего поля. Их характерный масштаб составляет порядка 100 ионных вармурасов радиусов. И фруктуации представляют собой преимущественно-продольные вариации. То есть, энергия сидит в фруктуациях поля вдоль среднего поля. Мы хотим посчитать траектории космических лучей в поле зеркальной неустойчивости. Казалось бы, мы могли бы взять просто готовое поле эстетической симуляции и сделать Монте-Карло-симуляцию. Однако, чтобы корректно промоделировать дикузию космических лучей, необходимо на масштабе ламурасского радиуса космических лучей иметь достаточное количество случайных волновых гармоний. Гриабным протоном, к примеру, соответствует ламурасский радиус как раз порядка длины корреляции зеркальной неустойчивости. Очевидно, что в этой вычислительной области у нас есть, по сути, только одна гармоника и несколько. Этого недостаточно, чтобы корректно посчитать дикузию. Нам необходимо уметь генерировать свое собственное поле с статистическими свойствами зеркальной неустойчивости. Чтобы это сделать, мы берем такую модель для трехмерного спектра мощности с завалом на низких частотах. Такая модель описывает анизотропное расстреление магнитного поля. Похожая модель используется при описании архелоскорта турбулентного касказа. Чтобы определить параметры этой модели, мы интегрируем ее по параллельному катоконикулярному, получаем одномерные спектры и фиксируем одномерные спектры из генетической симуляции. Таким образом, определяя параметры нашей модели. Зная спектр мощности, нам теперь нужен способ генерации магнитных полей. Одной возможностью является генерация магнитного поля на сетке, и затем интерполяция магнитного поля в местоположении генерической частицы. Однако, с точки зрения сходимости и с точки зрения вычислительных ресурсов, более эффективным оказывается другой способ, когда поле в данной точке определяется по аналитической форме. Эта аналитическая формула представляет собой, по сути, стокастическое преобразование Фурье, то есть сумму гармоник со случайными фазами и случайной ориентацией волнового вектора. Амплитуда гармоник при этом берется и до спектра мощности, который мы задали нашу моделью. А поляризация гармоник задается так, чтобы она была перпендикулярна волновому вектору, чтобы сделать диригенцию поля 0. Таким образом, зная, как минимум, спектр мощности и обладая способом генерации магнитного поля, мы можем проинтегрировать траектории космических лучей и, зная эти траектории, подсчитать коэкцент диффузии. В нашей работе мы считаем только параллельный коэкцент диффузии, то есть вдоль направления среднего поля. На этом графике показаны коэкценты параллельного диффузии для линтонов синих и протонов красных. На больших энергиях зависимость коэкцента диффузии от энергии просто не в квадрате. Эта зависимость хорошо известна в физике космических лучей. Вот мы видим из рисунка, что для энергии порядка 100 ГФ и ниже, коэффициент диффузии меньше 10-29 см в квадрате на секунду. Это относительно небольшая величина по сравнению, например, по сравнению галактики. В нашей галактике по наблюдениям коэффициент диффузии составляет 28 см на секунду. Посчитанный коэффициент диффузии можно сравнить с коэффициентом диффузии, который получается при рассеянии космических лучей на альфеновских планах. Он показан на штуковой линии. Он обладает другой зависимостью от энергии, естественно, на треть. Это тоже хорошо известная зависимость, которая получается по зеленейной теории. И оказывается, что для энергии меньше 100 ГФ рассеяние зеркальная неустойчивость доминирует в рассеянии космических лучей. Однако в последнее время в кинетике плазмы появляется очень много интересных результатов. И один из таких недавних результатов, описанных в статье 2016, является то, что в плазме с большим бета не формируется турбулентный каскад альфиновских волн, потому что альфиновские волны на больших масштабах сами создают анизотропию давлений. Затем это анизотропия давлений делает их неустойчивыми, и альфиновские волны за время меньшее, чем их период, вырождаются в статичные зензагообразные структуры. То есть некоторые люди считают, что плазмы с большим бета турбулентного альфиновского каскада нет. Если это правда, это будет означать, что в диапазоне энергии до одного ТЭВа физикальная неустойчивость предоставляет эффективный способ рассеять космические лучи. Также, зная проверка эксцент-диффузии, мы можем посчитать диффузионную длину альфиновских протонов на космологические времена. Я взял 10 гигалет, и для энергии диффузионных протонов меньше одного ТЭВа диффузионная длина не превышает одного мегапарсека. Но стоит заметить, что это именно параллельная диффузионная длина, то есть славы линии при этом еще запутаны сами по себе. Это означает, что космические лучи с энергией ТЭВ меньше, оказываются запятые скопления галактики и не способны их похитить, даже если альфиновского каскада нет. На этом я перехожу к выводам. Зеркальная неустойчивость вызывает подавление диффузии космических лучей, которые зависят от энергии и являются альтернативой другим методам подавления диффузии. И лучи с энергией ТЭВа фактически оказываются запятые скопления галактик, вне зависимости от того, возможно ли развитие турбулентного каскада у нас любого скопления галактики. На этом я буду. Спасибо. А турбулентность, которая порождается в зеркальной неустойчивости, она может приводить к сакрафическим ускорению космических лучших? К ускорению? Я думаю, что нет, потому что, я не могу сказать, по сути, вот эти зеркальные футуации, они представляют собой, можно сказать, стоячие волны. То есть, у них фазовая скорость практически ноль. Поэтому, да, они ничего не будут усвоить. Еще вопросы? Насколько я понимаю, во многих скоплениях галактик А JN является очень важным элементом дополнительных космических лучей. Как это здесь учитывалось? Ну, да, JN это точный источник космических лучей. Вы имеете в виду... У JN, так называемый, может быть дополнительным элементом? Ну, да, JN могут быть источником космических лучей, однако, тем не менее, это не объясняет протяженную иранную источник. Правильно? То есть, необходим еще какой-то механизм ускорения. Это может быть взаимодействие уже, как бы, уже растекающих с дюжетом, которые там идут? Ну, нет, ну, в принципе, мы можем применить те же самые рассуждения, вот к тому, что происходит в коконе, да? В принципе, да. Ну, если несколько там нету, как бы, направленного движения космических лучей, тогда просто, скорее всего, будет неустойчивость пучковая, и она сама рассеет без всяких циркальных неустойчивостей. Еще вопросы есть? Если нет, давайте поблагодарим все с ними. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ